Друзья, я хотел бы поговорить с вами про отношения, которые вы выстраиваете в социуме. Вот часто мне задают такой вопрос. Юрий Николаевич, я не знаю, что говорить в группе со своими друзьями, я не знаю, как общаться с любимой, с любимыми. Вот я такой стеснительный. Да я не знаю, как задать вопрос, сколько стоит тот или иной товар. Я не знаю, как спросить, куда можно пройти или еще что-то. Так вот, это элементы поведения. Так вот, элементы поведения, они связаны с нашим внутренним миром. И в этом нашем внутреннем мире сложились некоторые убеждения, особенно с детства, родители или кто-то из воспитателей вас ограничивали, вас зажимали, и вы не научились. Ну скажите мне, пожалуйста, если в детстве вы не видели велосипеда и никогда не катались на велосипеде, почему бы вам не научиться в 30 лет этому? Я дам вам велосипед, я расскажу, как кататься на нем. И мы с вами будем кататься. Вот я эту метафору применил к тому, что мы будем учиться общаться, учиться правильно говорить. Я уже, там ролики есть у меня о том, как говорить, о том, как невербальной пользоваться, как пользоваться теми словами, которые у вас есть. Ведь некоторые мне говорят, у меня, наверное, слов не хватает. Да нет, слов хватает, если вы книжки читаете, если вы разговариваете с другими людьми или слышите, как разговаривают. Вы просто, они зажаты в комок и не можете их выложить, представить обществу. Так вот, это раскрепощение, это умение кататься на велосипеде и будет представлено в моих роликах и в моих фильмах-тренингах, которые вы можете приобрести. Так что, друзья мои, вот эти социофобики, которые говорят, я страдаю от социофобии, дайте мне таблетку и я, я стану общаться хорошо. Ну что, он выпьет таблетку, вроде бы тревоги не так будет, но он все равно будет зажат, поставь его на сцену, обосрелится. А я немножко тревожно выйду на сцену, даже не знаю, о чем говорить, я такое наговорю. Так вот, этому-то мы и будем учиться. Так что, друзья мои, подписывайтесь на плейлист, где мы учимся артистизму, где мы учимся владеть эмоциями, где мы учимся владеть своим невербальным языком, да и вербальным тоже. Так что, друзья мои, я с вами не прощаюсь, наоборот, призываю вас, идите сюда, я вас научу. Спасибо.